Здравствуйте! Сегодня мы с вами поговорим об HDRi. Насколько это важно и насколько это нужно в визуализации. Многие специалисты HDRi не используют вообще, особенно в интерьерной визуализации, хотя знают про нее, в принципе, знают, как ее включать, но не используют. Во-первых, для того, чтобы сэкономить время, во-вторых, не замечая, в общем-то, что она дает. А это говорит о том, что вы просто не знаете, как ее включать. Многие не используют, потому что не знают, как ее использовать, а многие просто не знают, что такое HDRi. И в этом видео мы с вами разберем, что же это такое, как ее использовать и для чего, собственно говоря, она нужна. Почему это так важно и почему об этом столько разговоров, но почему никто толком не показывает, как же она влияет на качество картинки и на фотореализм. Давайте разберемся. Итак, я подготовил интерьер, сделал только что рендер. Здесь, понятное дело, нет никакой HDRi. Достаточно низкое качество рендера и качество освещения стоит. Вы видите, здесь есть засветы. В данном случае пока у нас с вами речь идет не о засветах, хотя засвет это тоже серьезная ошибка на самом деле. Вот здесь, вот на потолке наверняка тоже есть. И с этими засветами обязательно нужно справляться. То есть это ошибка в визуализации. Одна из самых главных. Очень часто появляются засветы на потолке. У многих под карнизом, например, вот буквально вчера я смотрел наши ученицы работы. Как справляться вот с этой вот проблемой, я буду рассказывать на большом курсе. Здесь мало просто уменьшить интенсивность одного источника света. Добавить дополнительные источники света. Это ничего не поможет. Максимум, чего здесь обычно добиваются такими манипуляциями, это уменьшение света из окна и дополнение света в интерьере. То есть те способы, которые на самом деле убивают объем. Здесь поможет гамма, работа с гаммой, поэтому это все мы будем проходить. Но пока вещь не об этом. Сейчас вы видите картинку. Картинку обыкновенную, я бы сказал, да, и черно-белую специальность. Я ее сейчас уменьшу для того, чтобы рендер, который мы сейчас будем делать, чтобы он у нас проходил быстро. Я надеюсь, что вам будет все хорошо видно. Прежде всего, значит, hd-ray ставится вот сюда, в in-wire, в окружающее освещение. В чем суть-то? Сейчас, в данный момент, у нас окружающего света нет вообще никакого. То есть просто белый свет попадает в окно с помощью вот этих вот источников света. С помощью вот этих вот virailite. Сейчас мы это дело исправим. В том смысле, что мы включим in-wire, то есть включим окружающее освещение, которое, например, сделаем голубого оттенка. И если я сейчас нажму на кнопочку render, я надеюсь, что я не вылечу, то тот интерьер, который мы делаем, он получится у нас, смотрите, прям в голубых тонах. Это потому, что я окружающее освещение сделал синего оттенка. То есть если я его сделаю зеленым, например, то получится так, что как будто бы у нас из окна поступает прям зеленоватого оттенка свет. Вы видите сейчас, да? Соответственно, как вы понимаете, hd-ray это что такое? Это некая цветная карта, которая становится на in-wire. То есть, грубо говоря, в данный момент у нас из окна в помещение идет какой-то однотонный свет, одного цвета. Реальность на самом деле такова, что в окно нам попадает абсолютно разноцветный, разноцветного света освещения, да? Который оцветляется и за красные кирпичные дома, и за зеленые деревья, если они там есть. И все, весь этот разноцветный красивый попадает нам в окно, а не просто голубой оттенок. И мало того, что, друзья мои, этот свет покрывает у нас весь интерьер. Этот свет еще и распространяется, должен переотражаться. Соответственно, интерьер благодаря hd-ray становится значительно красивее. Но давайте все-таки посмотрим, как же ее включать. Но прежде всего, просто так вот сюда вот environment обычно она не вставится. Для того, чтобы, ну, то есть ее можно, конечно, сюда поставить, но мы тогда не сможем на нее никак влиять, мы не сможем ее регулировать. Для того, чтобы ее контролировать и иметь возможность менять какие-то параметры вообще, да, мы, секундочку, не то я отключаю, мы ставим hd-ray вот сюда, material editor. То есть я открываю любой материал, material editor, открываю карты, ставлю hd-ray, hd-ray есть обычные, есть виреевские. Если вы используете в качестве рендера V-ray, а в данном случае в курсе мы проходим именно V-ray, то использовать hd-ray желательно V-ray. Ну, как вы видите, у меня сразу открывается папка с hd-ray, потому что именно в hd-ray я, ну, то есть вот сюда вот в карту hd-ray я обычно вставлял карты только из одной единственной папки, поэтому она у меня и открылась. Я использую вот такую вот стандартную hd-ray, и я обязательно должен сделать ее спирической. С этого момента у нас в окно, в окно, да, после того, как я возьму вот эту вот карту и перенесу вот сюда вот, готово, инстансом, естественно, да, для того, чтобы иметь возможность контролировать. С этого момента у меня свет в окно будет попадать не просто голубоватого оттенка, а вот такого, как будто бы у меня мир за окном. И весь этот мир сейчас будет у меня попадать в окно. Но при этом, друзья мои, есть еще одна большая серьезная, скажем так, особенность, или это не проблема, это особенность, в том, что я не могу проконтролировать интенсивность этого освещения. Точнее сказать, я не могу проконтролировать вот здесь вот, я буду контролировать его теперь вот здесь. Но, возможно, это нам не порадует, давайте сделаем тестовый рендер и посмотрим, что же у нас получается. Сейчас у нас получается, вы видите, серенько-голубоватого оттенка такая карта. Ну, понятно, мне для того, чтобы контролировать полностью вообще, как бы, цвет освещения здесь в интерьере, мне надо его полностью сделать белым. Тогда он будет у нас ровненько перекрашиваться в те тона, которые поступают через окно. Сейчас у нас интерьер серого оттенка, поэтому серый цвет перекрашивается в те тона. Но все равно, вы видите, что цвет получается немножко глубже. Ну, собственно говоря, нам перекрасить весь интерьер – это дело буквально в двух секунд. То есть я беру, ставлю выделение только по геометрическим объектам вот здесь вот, нажимаю Ctrl-A, у меня выделяются все объекты. Открываю материал-эдитор, беру любой материал, делаю его беленького цвета и надеваю на свой интерьер, на все геометрические объекты в своем интерьере. Соответственно, с этого момента у меня интерьер абсолютно белый. Давайте посмотрим, как это отразится на нашей картинке. И смотрите, смотрите, как поменялось. Вот у нас истинный цвет аждиерайки. Сейчас он прорисуется, интерьер вы видите, рисуется постепенно. Но то, что вырисовывается, вы уже можете увидеть, но это еще не самое главное. Это еще не самое главное. Хотя уже вы видите, насколько глубже становится окружающее освещение, насколько все симпатичнее. Чем более качественную аждиерайку вы ставите в просчет, тем дольше у вас будет рендер. Чтобы вы знали и чтобы вообще вы понимали, сейчас я ставлю аждиерайку не то чтобы стандартно, а даже меньше стандартно. Очень часто, когда вы используете какую-нибудь аждиерайку низкого качества, то есть вы можете скачать карту аждиерай, поставить ее вот роман, как я сейчас показываю, у вас что-то начнет просчитываться, но весь интерьер встанет в точку. Прямо такой першистый весь будет. И это значит аждиерайка низкого качества. Может быть с низкого качества, потому что у нее объем маленький, то есть она сама по себе занимает очень мало места, просто ее как-то сжали плохо, и из-за этого качество аждиерайки сильно поломал. Может быть она сама по себе плохая просто. Ну смотрите, я случайно, скажем так, очень быстро избавился от засветов, все, теперь у меня их нет. Вот, и есть вот, видите, вот то, что я говорил, вот эти вот точки першистость, да, вот они появились у меня, вот эта вот першистость появилась, но ее можно исправить, на самом деле, я пока не буду этим заниматься, просто знайте, что это вот как раз-таки из аждиерайки. То есть пока аждиерайки не было, у меня, вы видели, здесь такого количества вот этой вот перкоти не было, а сейчас появилось, это из аждиерайки. Но при этом от засветов я избавился, у меня сейчас их нет. Хотя это не то, чтобы прямо правильный способ, но в целом, в принципе, вот вы видите. Теперь, дорогие друзья, для того, чтобы понять истинную красоту, так скажем, истинную прелесть HD-райки, нам надо включить отражение. Отражение на каких-нибудь объектах, на которых свет попадает из окна. И для этого я, например, на подоконнике сейчас сделаю какой-нибудь отражающий материал. Вы сейчас поймете, о чем я говорю. То есть мы можем с вами даже сохранить ту картинку, которая сейчас отсчиталась, для того, чтобы сравнить с тем, что получится в итоге. Сейчас я ставлю отражение. Я поставлю его вот таким, например, и чуть-чуть размою. Например, сделаю его 0.8. Готово. И одену эту карту на подоконник. Одену на подоконник. Тоже сделаю белого оттеночка, чтобы все было видно. В том числе я сделаю вот эту штуку тоже стальной. Я тоже ее сделаю с отражением, но только отражение я сделаю более размытым. Более размытым. То есть я сделаю реально прямо вот сталь. Сталь такую, да. Для этого я здесь сейчас тоже чуть-чуть поменяю параметры. Вот у меня получается материал стали. Ну и вот на эту книжку... А, здесь уже все эти самые, все объекты я сейчас их разгруппирую. На эту книжку я тоже повешу какой-нибудь материал с отражением. Просто по той причине, что он отлично смотрится. То есть мы прямо вот в отражении увидим с вами ту прелесть, так скажем. Итак, давайте сохраним ту картинку, которая у нас получалась до этого, чтобы сравнить с тем, что получится после того, как мы включим, полноценно включим HDRI. Сейчас я потормазил компьютер немножечко. Сейчас я его сохраню куда-нибудь. Давайте сделаем картинки номер 1.1.1. Отлично, готово. Ну что ж, а теперь посмотрим, как оно получится с HDRI. Ну, до того, как запускать Render, вы должны эту HDRI поставить еще в одну ячейку. Ячейка эта находится сразу под Environment. То есть есть Environment, это окружающее освещение. И есть еще одна ячейка рядышком. Environment Reflection, это окружающее отражение. Вот они вот здесь вот, видите, Reflection и Refraction. Соответственно, я беру вот эту HDRI и переношу благополучно вот сюда. С этого момента у меня все должно получиться очень красиво. Давайте я сразу поставлю рендер большего размера. Просто для того, чтобы мы с вами смогли, так скажем, оценить всю эту красоту. Рендер пошел. Какое-то время придется подождать, для того, чтобы он прокатился. Особенно по тем материалам, где у нас стоит отражение. Но свет, вы видите, он такой голубоватенький, да? То есть не просто голубой, а именно вот такой объемный получается. Ну и самая красота, конечно, вы видите вот здесь уже в отражении. То есть у нас пока просчет идет. Но уже видно, что здесь не просто белое, как раньше, а здесь уже что-то отражается за окном. И если бы это что-то стояло за окном, а поставить это, конечно, не сложно вовсе. Можно и поставить легко. Как-то оно там будет отражаться, но мы можем поставить. Это не слишком долго на самом деле. Взять вот таким вот образом и перенести вот сюда. Теперь включаем Alt-B. Смотрим, что у нас там за окном творится. Смотрим, что у нас за окном творится. Alt-B. Ага, вот есть, включилось. Сейчас он какое-то время потормозит, потому что аж в дверяйке надо загрузиться. Вот она загрузилась на задний план. Замечательно, очень даже неплохо. И сейчас у нас то, что отражается, оно как бы будет сразу за окном. То есть у нас получается полноценная картинка. Если, ну, сейчас мы это смотрим на белом, на белом, так скажем, интерьере, да, когда мы с вами это будем делать уже с готовыми материалами, настроенными с текстурами, то этот интерьер станет в десятки раз более фотореалистичным и красивым. Вот, собственно говоря, одно из отличий создания визуализации в 3D Max, в том числе от других программ, как от Китада, например, или от Автокада, где тоже все время пытаются делать визуализацию. В том, что мы можем использовать вот такие вот инструменты, в том, что это все считается достаточно быстро. То есть несмотря на то, что я, в общем-то, уже повключал достаточно много всякой всящины, в том числе HD-райку, все равно у меня фотоэлектричная картинка просчитывается, ну, буквально за 2 минуты. Я надеюсь, что вы уже видите, в чем, собственно говоря, самая главная особенность HD-райки и почему ее необходимо использовать. И понятно, что в этом примере я использую, ну, самые очевидные, так скажем, ракурсы и самый очевидный материал. То есть я специально работаю именно с подоконником, я специально сделал именно отражающие поверхности, сильно отражающие, чтобы вы прямо вот ярко заметили, где, собственно говоря, проявляется эта HD-райка и как она используется. Однако в реальности, ну, то есть когда мы делаем обычный интерьер, да, таких явных примеров, ну, то есть такие явные примеры, они не всегда такие явные. Эти объекты могут быть не с таким отражением, они могут находиться у нас посередине комнаты на столе, например. Но их очень много, и такие маленькие мелочи, детали, типа вот отражения на полу, например, да, когда у нас какой-то материал, отражающий на полу. А это практически всегда, у нас практически всегда на полу есть какой-то материал с отражением, очень часто. И одно дело, когда он просто отражает какие-то объекты, другое дело, когда на нем есть какие-то оттенки с улицы, реальные оттенки. Обратите внимание, вот как вот этот вот стальной шарик у нас разукрасился в разные тона. И эта штука тоже, она у нас, видите, как разукрасилась сразу же, несмотря на то, что она здесь першит. То есть вот такие вот явные моменты. Если у нас где-то рамочки, они обычно со стеклянной поверхностью. От стекла тоже самое, HD-райка обязательно отражается. Даже на кирпиче, который без отражения, все равно HD-райка, вы видите, как здорово покрывает, покрывает вот все вот эти вот неровности, покрывает различными тонами, и как это все влияет сильно на фотореалистичность, на фотореализм и на объем. И таких вот мелочей на самом деле очень много. Это то, что мы проходим на большом курсе. Я надеюсь, что этот урок вам поможет и пригодится, что вы постараетесь использовать в своей работе в дальнейшем HD-райке. Но если надо более подробно и более качественно все это изучить, приходите на курс, учитесь вместе с нами, внедряйте, делайте это все качественно, нормально.